2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск. В этот вторник отчитают уже 92-ю годовщину со дня образования ВДВ. Десантники всегда мужественно и стойко выполняли свой долг по служению нашему государству во все периоды существования страны, включая годы Великой Отечественной войны. На протяжении всей истории крылатая пехота была и остается гарантом безопасности нашей Родины. По традиции, в нашем городе в День ВДВ все, кто служил в этих войсках, собираются у вечного огня. Хочется сказать тем ребятам, которые находятся сейчас выполнять задания на спецоперацию, они тоже с нами в этот день. И те, которые ушли от нас, тоже, они всегда будут с нами в душах и в сердцах. Слава ВДВ! Ура! 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 Алексей Крылов вместе с братом Сергеем служил в бригаде специального назначения. В 2007 году их призвали в армию, отправили в десант. В 2008 братья заключили контракт и поехали решать боевые задачи в Южную Осетию. Боевая подготовка очень сильная, хорошая. То есть, интересная служба. То есть, на вертолетах полетали, на самолетах. Гору увидел. Что я с парашютом попрыгал, самолет, так же с подолетом. Интересная служба. А сколько раз с парашютом прыгали? Ну, десяточка есть. Вернувшись из армии, братья присоединились к дружному братству ветеранов ВДВ. На плечах десантников лежит большая патриотическая работа, в том числе в военно-патриотических клубах. С юных лет они воспитывают в ребятах мужество, героизм и умение не пасовать перед трудностями. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.